Новости Иркутской области, Забайкальского края, Китая и Монголии. В эфире ТВ-кома программа «Середина земли». В ближайшие 15 минут я, Юлия Пермякова, расскажу о том, что волнует наших соседей. Здравствуйте! И вначале краткий анонс тем выпуска. Дополнительная хромосома – не повод унывать. В Иркутске прошли мероприятия ко Всемирному дню людей с синдромом Дауна. Копель круглый год. В одном из домов Читы жители жалуются на круглогодичную коммунальную аварию. Конкурировать на равных. Зарубежный бизнес готовится нарастить инвестиции в Китай. В мире каждый 700-й ребенок рождается с лишней хромосомой. Это не зависит от образа жизни родителей, экологической обстановки, социального положения или пола. 21 марта. Во всем мире отметили День человека с синдромом Дауна. Мероприятия прошли и в Иркутске. Каждый год 21 марта тысячи людей по всему миру надевают разные носки в поддержку людей с синдромом Дауна. И выкладывают фото в соцсети с хэштегом Lots of Socks. Много носков. В разное время так поступали президент Исландии, целое полицейское отделение в британском графстве Уилчер. Среди отечественных звезд флешмоб запустила Евелина Бледанс. Ее поддержали Татьяна Буланова, Костя Дзю, Алена Сверидова, братья Запашные и многие другие. И в Иркутске сегодня было много людей в разных носках. На улице Лермонтова общественная организация «Радуга» организовала акцию «Люди как люди» просто с синдромом Дауна. Выступали воспитанники интегрированной студии О. Уже несколько лет там занимаются актерским мастерством с особенными учениками. Среди них и солнечные дети, которые играют в спектаклях, рисуют, танцуют и умеют любить и радоваться жизни. Об этом и нужно говорить миру, чтобы различия перестали пугать. Они причем такие же, как мы, они ничем не отличаются. Они такие же классные, они такие же добрые. Они также постигают мир, как и любой другой человек. Мне кажется, что очень многие люди, сталкиваясь с подобными людьми, они боятся, и это абсолютно нормально. И вот как раз-таки такие акции направлены на то, чтобы мир понял, что да нет, все нормально, что это абсолютно такие же люди. Сегодня в один круг встали просто прохожие, волонтеры, солнечные люди, их родные и близкие. И оказалось, что совсем не страшно взяться за руки, поговорить и улыбнуться друг другу. Чтобы люди узнали о синдроме Дауна больше, по городу курсировал ретро-трамвай. Проезд был бесплатным, а опыт бесценным. Оказывается, люди с этим синдромом пишут стихи, успешно занимаются спортом, становятся известными актерами, моделями, художниками и даже докторами наук. Сейчас я поняла, что это такие же люди, как и мы. Просто они немножко отличаются от нас тем, что у них есть та же самая личная тромосома. Но они также умеют радоваться, они также умеют любить, они также умеют петь и танцевать. И даже некоторые люди, многие люди могут даже преуспевать в этом. А еще здесь вместе рисовали те самые разные носочки для большой гусеницы. Одно и на всех таких разных пассажиров трамвая. Участвовали в викторинах, разговаривали и узнавали друг друга. Сейчас в студии О открыли новые творческие направления. Особенные люди могут заниматься не только театральным искусством, но и танцами, рисованием, музыкой. На занятия там всегда ждут волонтеров. Информацию можно получить по номеру, указанному на экране. У нас открываются мастерские, которые дают возможность людям как можно больше творить. И вот эти мастерские сейчас у нас, например, есть направление в керамике, потом рисование. Все, кто хотят заниматься керамикой или рисовать, могут абсолютно бесплатно приходить, заниматься с нашими ребятами и совместно обучаться чему-то новому. Также мы приглашаем на театральные тренинги. Это тоже абсолютно бесплатно. Мы даем возможность людям реализовывать себя как актеров, но и работать с нашими особыми актерами. Добрый ретро-трамвай сегодня был переполнен людьми, дружбой, добротой и желанием сделать мир светлее. Ведь не зря людей с синдромом Дауна называют солнечными. Весенняя капель круглый год в одном из домов. В Чите капремонт сделали три года назад, но лучше не стало. С тех пор в подвале бегут трубы, канализацию то и дело прорывает, а с жителем докладывают, что все в порядке. Качество ремонтных работ оценили наши читинские коллеги. А вот они, подтеки, все видно. Это же фундамент подмывает вот это все. Это портится. По словам жителей дома, трубы в подвал привезли уже не новыми. Рабочие оттирали их от ржавчины прямо во дворе. Сейчас вы видите, как эти трубы выглядят после года эксплуатации. Везде идут утечки, везде неправильно поменено, плохое качество сделано. Мусор как был в 2017 году, делали репортаж, так мусор этот там и лежит. Служба, которая несет ответственность, к работе относится халатно, не выполняет свои обязанности. Особенно служба капитального ремонта. Мы разговаривали с начальником, он нам вот здесь, на этом месте, утверждал, что все будет исправлено после 2017 года ремонта первого. Ничего не исправлено. Комиссия за комиссией сюда приходит. Все, ВОЗ и ныне там. Многие жильцы дома, увидев качество ремонта в подвале, отказались менять стояки в своих квартирах. Наши трубы были лучше. У нас были оцинкованные трубы, а их трубы пришли простые. Но они поменяли, вы сами видели. Где-то на стыке старая труба, а где-то уже свищи. Года еще нет, а ремонт уже, как говорится, потек весь. Людей тоже можно понять, не хотят, чтобы им ставили вот такое вот некачественное оборудование. Постоянные прорывы якобы новых труб, запах канализации и сырости – то, с чем не хотят мириться жители дома. Я всю жизнь живу в этом доме. Жили хорошо, все было нормально. После того, как сделали капремонт, это, честно говоря, начался ужас. У нас вот там кладовки, а в нашем подъезде очень часто прорывают канализацию, и вон стоит на весь подъезд. То есть приходится вызывать специалистов, что-то они чистят, делают. Но после капремонта стало однозначно хуже. Уже более трех лет жители жилого дома на улице Ленинградская страдают от некачественного капитального ремонта. За это время в дом направляли три разные бригады. Но итоговый результат остался прежним. Тяп-ляп, там или меняются рабочие, или меняется сама бригада. И это все служба заказчиков брала. Мы, говорит, решим этот вопрос. Так ничего не решилось. Вы сами видели, сколько там народного материала. Люди, которые платят капитальный ремонт, здесь деньги. А капитальный ремонт, если ты не плачешь, в судебном порядке изымает у вас, имеет право изъять деньги. Тем не менее, все брошено, все никому не нужно. Новый материал этот брошен, и никому ничего не надо. А это все-таки наши деньги. Из-за постоянных утечек начал рушиться фундамент дома. В подвале завелись насекомые, с которыми жители уже устали бороться. Подвал топило постоянно, периодически. И вот этот бойлерный тоже топило постоянно. Она до сих пор в воде стоит. Хотя бы поменяли бы в подъездах тепло, стояки. Я знаю, что менялись бригады, как они работали, мы видели. Материал вызывает большие сомнения, что он устаёт. И вообще, что они там делают, непонятно. И в довершении бедственной картины состояние электропроводки, которая находится в подвале. При открытом щитке и кавающих трубах короткое замыкание – дело времени. Всё это не даёт покоя жильцам дома, которые, в свою очередь, не дают спокойно жить управляющей компанией. Но, судя по картине, ей это всё-таки удаётся. Серафима Ляхова, Андрей Шаронов. Середина земли, Забайкальский край. Далее коротко о заметных событиях Сибири и Дальнего Востока. Сибири и Дальнего Востока. И к международному блоку новостей. Сотни зарубежных компаний пересматривают свои планы на Китай и готовятся увеличить присутствие на рынке страны. Их оптимизм связан с законом о защите иностранных инвестиций, принятым по итогам двух сессий. Власти КНР обещали защитить интеллектуальную собственность зарубежного бизнеса, а также создать для него полностью равные условия работы. Что об этом думают предприниматели, выясняли мои коллеги. Конструкции для инженерной защиты на основе высокопрочной стальной проволоки. Это основная специализация швейцарской компании «Геобрук», работающей на китайском рынке уже больше 30 лет. Ее сети и каркасы защищают от оползней землетрясений, гидроэлектростанций, автотрассы и железной дороги по всей стране. В горных регионах спрос выше. Именно поэтому компания решила открыть представительство не в Шанхае, а в юго-западном Ченду. Руководители филиала планируют расширяться. Новый закон о защите иностранных инвестиций придал им уверенности в завтрашнем дне. Нас больше всего интересует, с помощью каких шагов и мер будет создаваться справедливая конкурентная среда. Уже сейчас известно, что новый закон открывает нам доступ к перспективам каналов финансирования. Как зарубежная компания, мы впервые получаем возможность привлекать капитал на китайский рынок, будь то через размещение акций или выпуск корпоративных облигаций. Ценовые войны и жесткая конкуренция. По словам менеджера компании, это главное препятствие для развития бизнеса в Китае. Еще 20 лет назад компания Геобрук Ченду стала фактически монополистом в своей сфере. Сейчас же ее рыночная доля не превышает и 5%. Выручка при этом продолжает расти, так что дело не в просчетах компании, а в бурном росте самого рынка и постоянном появлении новых игроков, которые, в отличие от осторожных швейцарцев, не боятся идти ва-банк. Уровнять шансы поможет инвестиционный закон. Многие критикуют его за отсутствие конкретики, Юань же призывает смотреть глубже. Новый закон – это еще руководство к действию для центрального правительства и региональных властей. Думаю, теперь они будут куда более открыты к совместной с зарубежными инвесторами работе. Мы же со своей стороны планируем нарастить объем инвестиций и технологического импорта в Китай. Приветствует перемены в Китае и сингапурский Capital Land, один из крупнейших девелоперов во всей Азии. Компания работает на рынке КНР с 1994 года и по-прежнему считает страну своим ключевым рынком. По состоянию на конец 2018-го на Китай приходилось 48% всех активов Capital Land, общая стоимость которых превышает 74 миллиарда долларов. В телефонном интервью представители компаний подтвердили, что закон о защите иностранных инвестиций только укрепил их уверенность в китайском рынке. «Равные условия для зарубежных инвесторов и местных компаний, конечно, существенно повысят нашу конкурентноспособность на рынке. Это прибавило нам и уверенности, и оптимизма в вопросе увеличения объема инвестиций в Китай». Закон об иностранных инвестициях вступит в силу 1 января 2020 года. Он вводит уголовную ответственность за принуждение иностранных компаний к передаче технологий при открытии совместных предприятий, а также обещает зарубежному бизнесу полностью равные условия работы на рынке КНР. В Монголии резко сократилась популяция сайгаков – краснокнижных животных. Такие данные привел Всемирный фонд дикой природы. К концу прошлого года в Монголии насчитывалось всего лишь 3800 монгольских антилоп. Это на 40% ниже, чем в 2017. Популяция сайгаков в Монголии в течение многих лет была очень нестабильной. Это связано с неблагоприятными погодными условиями и браконьерством, говорят специалисты. Пик популяции сайгаков пришелся на 2016 год. Тогда животных было почти 15 тысяч. Об этом пишет портал Монголия сейчас. На этом все. Не забывайте включать ТВ-ком каждый будний день в 20 часов 10 минут. Мы рассказываем самые актуальные новости соседних регионов и стран. В студии работала Юлия Пермякова. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова